купила мясо как обычно сейчас я его нарежу сварю и потом мелко 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 нарежу по пакетам и в морозильник получается как знаете вкусная тушенка я варю сразу с солью с перцем лук добавляю бывает очень вкусно к супу к рису к картошке к этому к макаронам можно спокойно добавлять выточил разморозил и добавил очень вкусно бывает и конечно же как же без леву попрошайка тут как тут чё помынем у меня усики усики сразу вперед усики перевод облизиваемся у нас еды совсем нету нету вообще ничего нет у нас вообще ничего нет вообще мамка не кормит вообще так вчера же я постирала занавески которые в зале оказывается когда они стирались дети что сделали знаете я повесила потом показали такие жеванные были повесила одеть и а касса стиральную машину на 90 градусов сделали когда они стирались потом нашла стиральную машину на 90 градусов представлять такие жеванные занавески я сегодня утром когда на них посмотрела пришлось снять их до полностью все погладила после 90 90 градусов было очень сложно их погладить и все равно посмотрите у них такой вид как будто и не гладили на такую вот войну и тройную работу мы сделали дети этих мамин мальчик как он любит этот балкон как он любит этот балкон здесь уже почти все высохло я ему каждый раз ставлю его лежал он от нее убегает он от нее убегает набор посмотрите дурацка и играть захочешь ты играть захочешь думаем играть захочет лег любите меня я весь ваш но весь мамин да ведь ведь если кто-то будет пустишь ты один хочешь поехать на лифте тебе не страшно не боишься это хорошо что ты смелый а маме можно с тобой научишься солнышко то есть писать его не умею научишься писать мы здесь я на лифте захотела подожди где мамина ключи любите друг друга так как вы любите друг друга осланчик ты сестренку как любишь сильно сильно да подержи пожалуйста подержи пакет заходи 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 да видела им ты же сам умеешь все смотрите как какую еду мне зейрашка приготовила это вареники по-моему она обычно сюда начинку клади сейчас не положила как вкусно зейра это откуда тебе рецепт а зейрашка рецепт где взяла в магазине дали рецепт очень вкусно что-то приготовила еще и узки вот это да я до сих пор кормлю своей жизни делай что хочет а что выпустили солнышко в садике ты сама кушаешь или тебя кормят а почему дома сама не кушаешь дома все рассыпается у тебя а в садике не рассыпается бабуля приготовила сармон у нас воду отключили без предупреждения без ничего вот сейчас ушла вода я не знаю завтра мне нужно было приготовление делать очень если не придет я вообще шоке буду даже зеро как мы будем ручки мы как ты думаешь почему вода ушла не экономили теперь будем экономить фото много не будем включать то а то без водички как жить ручки даже не помоешь после улицы да даже попочку пипичку не помоешь сейчас как ты меня час опять накормить хочешь солнышко я же толстая стану если я кушать буду столько у меня нету почти я иду ты доктор ну вот я же говорю я стану толстая если буду много кушать столько ты будешь езжать лежать буду когда стану толстой капнула туда почему случайно йогурт капнула когда я стану толстая я буду лежать все время ты хочешь чтобы я лежала надо постичь потом почищу ну тогда не кормим меня так много вот йогурт капнула сюда видишь его уже выбросить на испорчены и испорченный кусочек ну как я его почищу он не почистится он испортится вот так вот теперь даже ручки твои как помоем после пластилина ты с грязными ручками ляжешь спать да а что будем делать что ты предложишь у тебя нет никаких людей я тебе говорю ручки как мы твои почистим после пластилина у тебя никаких идей нету вот так оставим а микробы микробы бактерий ты их не боишься боюсь мама давай это вот так перемещаем перемещаем что дать вам вот это а давай перемещаем какой перемещаем ты красный хочешь вот это они нельзя потом чем я буду чистить все воды нету я тебе говорю воды нет он испортит весь пластилин там же йогурт у тебя весь пластилин испортится это что ты кушаешь сорму макароны их можно хоть каждый день макаронами кормить и будут рады ты что любишь кушать макароны какие макароны с мясом с чем с чем с сыром ты любишь я знаю он телефон держит сейчас упадет у нас опять телефон ну давай тогда я выключу телефон камеру выключу не буду тебя снимать хорошо не снимать выключить все тогда давайте пока пока попрощаешься где лео возле мамы леву влево ты что делаешь возле мамы здесь живет конечно ложись ложись отдыхай умывается умывам ушки делает зеро потом обижается если осланчик первый добегает вместе нажмете зеро ты согласна вместе нажать не согласна вон отлам показывает как вы вместе нажмете а как ты хочешь кошки тоже сушат кошки тоже сушат да какая что за шум у нас улица как будто главная аллея глав главная улица пошли оставь не гоняй это наш хвостик она же везде с нами мы немного побегаем потом не вместе нажимаем он хочет бегать а я спрячусь давай, иди сейчас буду за каждой пальмой прятаться эх, типа не вижу Та-да Зайрашка подниматься не может на подъеме тяжело, говорит хитрожопая зигра помог тебе, Аслан, да? Да, помог А что сегодня здесь происходит? такое ощущение, что где-то дорога перекрыта Зейра! Зейра! Куда ты бежишь в сторону дороги? В сторону садика беги! Как ты думаешь, кто этот мусор бросил? Уйдем с дороги, уйдем в сторону. В сторону уйдем. Зейрашка, как ты думаешь, кто его бросил? Это люди! Какие люди? Непослушные! Непослушные. А вы бросаете на землю мусор? Ага. Куда вы бросаете? Мусорку бросаю. Грузичную мусорку бросаешь? А зачем ты куртку расстегнул, солнышко? Ты устал, поэтому расстегнул? Очень интересно. Отойди здесь раз дороги, сзади едет, я слышу. Аслам, вы же сказали, что вместе будете нажимать. Значит, вы вместе должны дойти, да? Зачем тебе эта бумажка? Я просто это окно и посмотрю. Что ты хочешь посмотреть там? Что ты хочешь увидеть там? Это кто-то выбросил свой какой-то мусор. Ты поднимаешься. Это какая-то карточка. Карточка? Ага. Вот это там письмо. Пошла-пошла. Пока слон занят. Угу. Сенька, молточка. Это не успел. Это Най собачка. Так. Что это за письмо, интересно? Что там написано? Как ты думаешь? Не знаю. Может, это карта, где сокровища лежат? Сенька. 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 Подожди. Аслан, стой. Пошли теперь. Может, это карта все-таки? Ага. Вон. Вон. Вон что ей надо. Нажать первый. Сенька. Вон кто сует. Вон. 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 Вон Вон. Ну и все, есть еще один повод поспорить друг с другом. Детки в садике, мама делает бисквит. Тортик на завтра хочу сделать. Не хочу ничего покупать. Хочется, чтобы все было домашнее завтра. Я пригласила двух подруг с дочками. Надеюсь, никакого форс-мажора не будет и они тоже смогут прийти. Пригласила троих, но у одной ребенок заболел. Без тебя, конечно, никак лел. У меня этот бисквит, рецепт классический, у меня на канале есть, 4 яйца, стакан сахара, стакан молока. Ой, стакан муки, то есть какое молоко, господи. Ну и, естественно, ванили. Вот разрыхлитель достала, но я его добавлять не буду. Все равно особо разницы не бывает. Бисквит это дело такое, знаете, по одному и тому же рецепту каждый раз выпекаешь его. Один и тот же рецепт. Иногда бисквит получается такой высокий, воздушный, пышный. Иногда он, блин, господи, серединка поднялась и все. А потом и серединка тоже плюхнулась. По-разному получается один и тот же рецепт. Духовка у меня ужасная, но я каждый раз молюсь, чтобы что-то получилось нормальное. Будем надеяться, что получится. Вроде ничего, поднимается. Но у него середина хорошо поднялась, а края нет. Ну и сразу я делаю второй бисквит. Будем взбивать. Ну, отправляем второй бисквит. Этот второй, конечно, более пышный. Но посмотрим, он потом не осядет ли. Бывает у бисквита такое, что потом может осесть. Сейчас я проверю, готовы ли нет. Нет. Не готов. Внутри еще жидковато, мягковато. А между тем, вчера мясо, которое я варила, нарезала вот мелко-мелко. Сейчас процежу бульон. Процежу и залью сюда. По пакетикам и в морозилку. Честно, я сегодня с утра еще даже не присела. Нет никак возможности. Нарезала это мясо. Еще по пакетикам не разложила. Все помыла. Этот тоже ждет ласку. Ждет. Вот лег, поиграй, говорит со мной. Ну как не поиграть? Ну как не поиграть? Как не почесать ему щечки? У меня там стиральная машина закончилась стирать. Нужно еще повесить. Мясо поел, довольный. Он и сырое мясо вчера съел. Я боялась, думала, а вырвет, потому что он у меня чуть что не то съест, сразу вырывает. Мне нет, не вырвал, только хороший кусок съел. Сегодня я ему вареное дала, вот порезанное. Тоже хорошо вот поел. Ты пошел, да? Ну ладно, иди, я пойду вещи вешать. Сегодня эту уборку я не делала еще. Никак-то этого руки не дойдут. Так, моя старая подружа... Достаём. Видите, да, он тоже сел, но он все равно попышнее, чем предыдущий. Сейчас вытащу его. В итоге два вот таких бисквита у меня получились. Этот без разрыхлителя. Справа, который с разрыхлителем. Разница, конечно, видна. Заварной крем. Еще не готов. Я сделала много прям, посмотрите, целая касса трюбуля. Это двойная порция. Не помню, на канале есть, по-моему, рецепт. Так, я бегом побежала, забрала детей из садика раньше времени, потому что заловка позвонила и сказала, что они хотят детей взять на чьи-то день рождения. А делая их все, и они пошли на день рождения. Я сделала все, чтобы они на кухню не зашли. Сейчас, наконец-то, я собираю свой торт. Заварной крем просто бесподобный. Вкуснючий, вкуснючий. У меня на канале должен быть рецепт кассиене, не ошибаюсь. Так, я бисквит пропитала клубничным сиропом. Намазала заварным кремом клубника. Сейчас шоколадом посыплю и сверху второй слой бисквита. Так, одной рукой это неудобно делать. Короче, на большее у меня ни времени, ни фантазии нет. Вот, все. Крем она плюхала. Края все сделала этим орехом. Я думала, бисквит раскрошить, потом, думаю, нет. Орехом сделала. Ну, посмотрим. До завтрашнего вечера. Я думаю, он хорошо пропитается. Нарезала все для левьешки, под пищевую пленку и в холодильник, без майонеза. Мне показалось, что чуть-чуть яиц маловато. 8 яиц здесь еще пару штук завтра добавлю. Боже, какой кайф! После всего искупалась. Сделала этот, на турецком называется, кесе. В Турции продают такие перчатки. Мочалкой я ее назвать не могу. Это на руку ее одеваешь и трешь свое тело. Как бы ты хорошо мочалкой и щеткой не купался, я вообще люблю купаться щеткой, жесткой щеткой. Я никогда мягкими мочалками не купаюсь, не моюсь. У меня всегда была жесткая щетка. Вот это Арифлейм, может быть, даже, знаете, длинная ручка. Вот она у меня недавно поломалась. Надо новую купить. И этот, как бы вы хорошо не мылись, все равно, когда вы делаете кесе, вот этой вот перчаткой проходите по телу. Господи, какой слой выходит грязи. Первое время я не умела ею пользоваться. Думаю, ну что там ни хрена не выходит. Я мылила и пыталась что-то там, чтобы вышла сделать. Нет. Надо этот немножко намочить свое тело, чуть-чуть увлажнить. На сильно мокром тоже она нет. Это нехорошо работает, когда влажная. И трешь этой перчаткой. Блин, такие слои выходят, шмотки просто. Зато потом кожа дышит. Вот вот сейчас я сделала эту процедуру. Как раз детей нету. Дети до сих пор с заловкой. Часам к девяти, к десяти, вот уже, когда спать надо будет, и так придут. И они сразу заснут, я знаю. Потому что сегодня дневного сна у них не было в садике. Они не стали спать, я не знаю. Вот. Поэтому вот лежу кайфую. У меня еще где-то часик есть, полежать, поваляться. Вроде все сделала. Смотрю. Гирлянда, видите? Там две гирлянды. Одна наверху, другая внизу. Которая наверху перестала светить. Видимо, села батарейки. Сейчас мне надо поменять там батарейку. Потому что Аслан обязательно включает эту гирлянду. Если она не будет работать, у него будет тысячу вопросов. Он сам захочет сменить там эти батарейки. Он знает, где у папы батарейки, где отвертки и так далее. Завтра придут ко мне гости, я говорила. Буду готовить кушать, приберусь и все. Дедушка Мороз тоже придет. Буквально часик. Или сколько он там будет. Максимум час он будет. Я надеюсь, мои дети будут довольны. Все, что от меня зависит, я для этого стараюсь сделать. Все, закрываю. Всем хорошего настроения.